В Саудовской Аравии завершился 43-й марафон Дакар. Между тем, главный ралли-рейт планеты мог вообще не состояться. В конце декабря власти страны-хозяйки мероприятия приостановили международное авиасообщение. Чтобы спасти ситуацию, комитету гонки пришлось организовать несколько чартерных рейсов из разных точек. В итоге из 322 экипажей стартовать смогли 310. Сама спортивная составляющая вышла на славу. Сложные пески, острые камни и коварная навигация временами доводили до истерики даже фаворитов. Впрочем, в зачете внедорожников, золотого бедуина между собой все равно разыграли Карлос Сайнц, Нассер Аль Атия и Стефан Петеранцель. В чем нет совершенно ничего удивительного. Эта троица выиграла 10 из 11 последних Дакаров. В этом году быстрейшим оказался Петеранцель на заднеприводном багги мини. Отменный подарок ветерану на 30-летие его первой победы. Следом доехали Аль Атия на Тойоте и Сайнц на мини. Среди грузовиков не было равных нашим Камазовцам. Впрочем, в успехе российской дружины, которая заняла весь подиум, есть немалая заслуга отменного финансирования. На Дакар команда заявилась аж четырьмя экипажами. Для сравнения, главный конкурент, голландская Тим Дерой, на технике Ивекко не приехала вообще, а белорусский коллектив МАЗ Портавто выставил лишь пару камеонов. В итоге белорус Алексей Вишневский финишировал шестым, а его напарник Сергей Вязович сошел. Что касается Камаз-мастера, то лучшим впервые оказался Дмитрий Сотников. До этого он дважды брал серебро. Второй и третий – экипажи Антона Шибалова и Айрата Мордеева. У мотоциклистов за время марафона сменились аж семеро лидеров. После череды сходов зачет возглавил аргентинец Кевин Бенавидец. Ехавший гонку со сломанным на первом этапе носом замкнули тройку Рики Брабек и Сэм Сандерленд. Мотовездеходчик Сергей Корякин заявился на Дакар перед самым окончанием регистрации. Что поделать, титульный спонсор появился очень поздно. И из-за спешки россиянин даже перепутал класс, в котором ему предстоит выступать. К счастью, организаторы пошли навстречу, исправив заявку. Но на этом везение закончилось. И после череды неудач Екатерин Буржес сфинишировал только шестнадцатым. Ну а лучшим среди квадриков стал чилиц Франциско Лопес Контардо. Франциско Лопес Контардо